Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И теперь как бы мы ему должны Он сомневается в нас Что я не засланный казачок Наемник Так это все понятно Выбора у меня нет кажется Я тебя слушаю Что тебе нужно Он заказал Новичку сталкеру Пачку волчков И скипидарников Артефакты говорит Это он нас сводит в курс дела И как получается видим проблему Проблема в том что этот пацан Яр Ее звать артефакты Мне не принес И нам соответственно нужно с ним пообщаться Так он нам предлагает Взять на данный момент Свой старый сталкерский комбинезон Или отдать нам кожаную куртку Я выберу Сталкерский комбинезон Так оружие не подкинешь нам Немного Сдурел что ли Мы не в боевике Чтобы всех крошить подряд Разговором надо дело решить Так Ну действительно До встречи по торговле Что у тебя По торговле естественно У Сидоровича все забито Присутствуют Гривны Возможно их как то можно будет Потом обменивать Рубли на гривны Но для нас пока это не важно По заданию на что поговорить С Ярой Карта Карта обширная Множество точек Персонажи не прописаны Неизвестны какие то надписи Я не особо разбираюсь в модостроении Поэтому Для меня они неизвестны Стандартно здесь вояки Подсвечены красным Здесь вояки Зеленые это скорее всего Мародер написано Ладно не суть важно Немного я смотрю здесь 8 утра Но довольно таки темно Так привет ты Яра Сидорович дал тебе заказ на артефакты А ты кто такой собственно Так я уполномоченно имею ввиду Сидорович помнит Срок заказа капает Так он говорит то что пугаешь ты Вовсе нет Он пытается нам угрожать и нашел Я то ему сказал И тебе говорю А ты возвращайся Говорит к своему Сидоровичу Ты смотри какой грозный Короче Полчаса тебе на подумать А я пока схожу Куда ты меня послал Он нас послал именно в аномальных полях найти Ну давай попробуем Задание обновилось Поговорить и вернуться к Сидоровичу Пробовал я конечно вариант второго диалога Тогда этот Яра спускается сюда в подвал Беседую с Сидоровичем У них тут какие то терки Как я понял Но он здесь А именно конкретно здесь замирает Яра И мне не удается поговорить с Сидоровичем Поэтому я выбрал этот диалог Я побеседовал с Ярой Да поговорили Парень мертвый молчит Значит судьба у него такая Подсобишь Чего? Ну в мертвую Яра гниль тут А гнили я первое место не допускаю Вырезать его нужно Ты чего загадками говоришь? Басню прочти еще Диалоги немного как то построено странно Да ты тупой мечный Короче дам тебе ствол Выведешь Яру из деревни Лучше к мостику Там по дороге По дороге есть такой Там его упакуешь И другу ним наука И пушка у тебя будет своя Согласен Давай ствол Извини но я на мокроху не подписывался Хорошо Если такой вариант диалога Извини серьезные награды тебе не будут Держи Держи полопать Оболакать я погоде не могу Да и хрен с тобой С тебя хоть шерсти кло Да действительно Насчет работы какой Я передумал Так Я передумал пока рано Посмотрю что он нам дал Ну это тупо Банка тушенки Хотя в принципе Почему она может пригодиться Ну вот Ты себя показала Людей посмотри Между дунами меченый Не все покладистые Большинство местных Это не люди А волки Звери оглотки друг другу Так Рвут Насчет волков Есть дисталорки один Бывалый Его волком зовут Он заправляет лагерем Новичков Такой весь моральный Хе-хе Он же вместе с приятелем Помогает новичкам Пересечь периметр В районе болот И привыкнуть К здешним условиям Короче если с кем-то Тебе по первости Надо перетереть Так лучше с ним Он еще никого не кидал А что конкретно У него за работа Тебе сейчас какая разница Хоть и замочить Кое-кого Можно подумать В новинку Зона вся На крови стоит Учти Закипать и прыгать На всех По любому поводу Не советую Настелиться Особо незачем Как покажешь себя Такое будет Твое место А лодори крыс Бычья чмри Везде не любит А здесь закон суровый Понятно Излагаю Понятно Тогда все решили Сходи к волку У него всегда работенка есть Ты поработаешь Мы приглядимся Все давай к нему Ладно К волку Как к волку Да получается Друзья Заходи Немного провалил Хотя почему провалил Я действительно Не подписывался Пока ни на какие Моковые дела Есть еще информация У Яра Не подскажешь Сколько рублей Сидор За волчок Например платит Каких рублей Ну а что В зоне Ведь не доллар Правда же Да нет Конечно Тут из денег Только Раки в обороте Ты чего не знаешь Очень смешно Я такой юмор Юмор не очень люблю Я не шучу Слушай В зоне Действует Некий синдикат Его Конторы Называют Это какое-то Криминальное Подпольное Отделение Торговцев Оружия Я сам еще Особо не в курсе Знаю что после Взрыва в зоне Осталось много Медикаментов И всего такого Прочего Так что Торговцы Допускают К обороту Зоны торговцев Продовольствия Медикаментами Однако только Под крышей Конторы При строгом Взыскание Сопутствующих Процентов От выручки Что за чушь Брат Да я еще Сам говорю Не врубился Пока в суть Всего этого Дела Ты слушай По зоне Действуют Агенты Конторы Часто Именно Сами торговцы Которые Оперативно Выявляют Несанкционированных Конкурентов Сидорович Наверное Тебя с Конторой Тоже С конторой Связан Как-то Сидорович Связан с Конторой Иначе Бо не работал Так Тер Теле Экипировку Зоны Почти все Торговцы Ведут Свою деятельность Сведомо И на пользу Конторе Ладно А деньги Тут при чем Как ты их назвал Раки Контора Как криминальная Структура Не заинтересована В обороте Официальной Валюты Это засветка Счетов Возможность Проникновения Конкурентов Через Возу валют Ну и все Такое Поэтому Деньги Изготавливают Самые Деньги Изготавливает Сама Контора Для Внутреннего Обороны Зону Деньги Это Называется Сокращенно РК То есть Рубль Конторы Народ Их Как бы Раками Зовет Потому что Созвучно Ну еще Они цвета Красного Логично Логично Я же Все Таки Нихера Не Понимаю Что Это За Деньги И Чем Они Защищены Один Рак Представляет Собой Билет Государственного Банка СССР Достоинством Червонец На котором Контора Свою Ну Печать В общем Поставила Там В общем Эмблема Контор Конторы И Достоинства Бумажки Откуда же Богатство У них есть Союз Давно Распался Новая Запись ПДА В Контора Местно Говорят Кто знает Что В 2008 Году Представители Конторы Вскрыли Хранилище Отделения Госбанка СССР В Припяти Где Обнаружено По каким-то Причинам Не Вывезены Из зоны Официальные Местные Банковские Мешки Сумки С купюрами ССР Ну Как Не Выясни Они Возможно Тоже Радиоактивные Деньги Себя Могут Бумажки Впитать Контора Организовала Мероприятие Поизъять У всех Купюру СССР Из всех Сберкасс Они же Он же Сбербанк На данный Момент Сберкасс Зоны А здесь Купюру Был Уничтожен Так Местные Говорят Ну Да То есть Чтобы Кто попал Не мог Все равно Странно Слушай Рубли Они все же Берут По прежнему Не берут Ни рубли Ни гривни А нет Не берут Рубли Они Не тугрик С этим Вообще Строго Говорю же За попытку Оборота Настоящими Валютами Могут Пришить Так что Говорю тебе Будь осторожен Спасибо Вот не порешили мы Яроу нам Интереснейшую информацию Ссылок О некой конторе Такого я еще Всюжитель Лично я не видел Вот мы Возможно Распочали где-то Я насчет работы Я передумал Да бывает На данный момент В этом В этой модификации Присутствует Своя валюта РК Место Называют Раки И возможно Возможно Мы еще Встретимся С этой Конторой Так Волк у нас Находится Не на своем месте Как в оригинальной Игре Он спрятался В каком-то Домике Прыжок Маленький Здесь Невысокий Да волчок У меня даже Ножа нет Поэтому я не смогу Вскрыть ящики Это наше снаряжение Так Здорово Очухался Как-никак Так Имя-то у тебя есть Не помню ни хера Сидорович Мичину назвал Кстати он Кстати он говорил Что ты можешь мне Работенку Некую подкинуть Ну как сказать Работенку Скорее Небольшое поручение Услугу Есть несколько Довольно Пыльных Но зато Безопасных Дел Все через это Проходят Побегаешь Пока Поднакопишь Деньжат Знакомых Заведешь А потом Пустишься По своим делам Если захочешь Ладно Что делать Я тут разведчиков Послал в дело Никого нет под руками Ты вот Сходи Аккуратненько К разрушенному мосту Дорога Выше деревни Как раз К нему ведет Там блокпост военный Узнай Кто там Начкар Сегодня Начкар Начальник караула Вертушки летают Похоже Что А может быть Там Что-то перекрыто И наши застряли Застряли А хороший Начкар Ладно Типа Хороший Начкар Поможет нам Вытащить Людей Волка Ладно Это уже Не твое дело Он нам Не раскрывает Всю суть Задания Спросишь Солдата Какого-нибудь Никакой Лишней Инициативы Просто Возвращайся Сюда Все понятно Вопросов Нету Разведать ситуацию На блокпосте Так Это уже интересно Слушайте Я вот На самом деле Возможно Кто-то играл В какой-то ранний Билд Этой модификации Я не играл И поэтому Я таких Заданий Не встречал Да Скорее всего Нам придется К мосту Пробираться Но я думаю На данный момент Пока Закончить И возможно Я побегу Если это будет Интересно Я скорее всего Продолжу Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует